Вы вообще понимаете, что правительство есть путь, что правительство достаточно профессионально, эффективно вывести по этому пути страну из кризиса? Или все-таки нет? Я, может быть, дурак-оптимист. Если подсчитать, то неправильно считать. Я как считаю, что неправильно идет. Неправильным курсом мы идем в данной ситуации в плане взаимоотношений с бизнесом. Бизнес – это налогоплательщик. Никто не хочет понять, что бизнес – налогоплательщик. И все живут, откуда качаются деньги. Деньги качаются отсюда. Следовательно, надо создать все условия, чтобы было бы приятно работать. Потом-то можно поджать. Зачем поджимать уже издыхающую курицу? Дать возможность. Как можно придумывать все эти законы и все эти ухудшения, которые сегодня происходят? Это невозможно. Мы просим мораторий на все те последние решения, которые были в Думе проведены за последние два года. А мы – это РСПП или? Тот же самый РСПП, Деловая Россия. Любой человек из бизнеса, понимаете? Ну, это невозможно. Ну, да, это же все было бы… А что конкретно вы имеете в виду? Ну, любые эти самые. Все законы. Связанные с налогами, связанные с доавшоризацией, связанные со всеми. Право правоохранительных органов принимать решения и возбуждать дела по налоговым преступлениям без налоговой инспекции. Ну, о чем разговаривать, ну… Оказалось ведь, что вот после декабрьской встречи президента с бизнесом, что она прошла в такой вроде как теплой обстановке. Все выходили оттуда такие окрыленные, окрыленные, особенно окрыленные. Мы всегда, особенно… Нас президент сказал… Ну, просто создал впечатление, что как раз, вот, наконец-то, как бы, что-то вроде сдвинулось, вроде как… Ну, надеюсь, я говорю, я вот сижу и жду, вот, и завтра вот вы напишите в газете «Эврика», все нормально, моратория. Вы же слышали речь президента, он же сказал, мораторий, он же сказал, что будет амнистия, он же сказал, что будет заканчивать и кошмарить бизнес. Все же есть. Сейчас надо это все просто притворить в жизнь. Мораторий на 4-5 лет же, он сказал, на 4 года. Ну, пусть будет 4, но я хочу знать, что вот эти 4 года я могу работать и создавать что-то. Мы должны сегодня поднять экономику страной, ну, дайте возможности. А если бы от вас зависел, вот, представим, там, вы, премьер-министр или президент, да? Я такой себе представитель не могу. А если бы как надо, вот, правильно? Да, просто, реализовать полностью бизнес. Дать вот 90-й год. Вот дали бы все, вот, везли мы машины, везли мы сумки, открывали бы киоски. Ну, как можно передавать, ну, сейчас решение по киоскам по Москве принимает президент. Ну, о чем речь? Почему этим летом такая тяжелая ситуация? Московские рестораны не могут работать на улице. Почему? Здесь вопрос простой. 90-й год, надо дать полную свободу. Вот, как была тогда свобода, тяжелая была свобода. Ну, просто защитить от криминала, чтобы не было криминала. Такого, как было. Мы прошли тяжелый год. Но зато это было поднятие экономики страны. Как оно в магазинах все появилось сразу же. Везде все появилось. Мы стали кушать совсем по-другому. Я не знаю, вы этот период не знаете, но я когда заходил... 90-й год, скажем, под 91-го после этого. Не, ну, опять-таки, вот эти годы. Да, я не могу вам расскажу. Вы помните, что было в 88-м году на полках? Вообще ничего. В Москве еще люди приезжали в Москву и скупали. Да, у меня вообще ничего не было в Грузии там. Что там было? Я, чтобы встать, молоко купить и творожок, я встал в 5 утра. На уголок становились и покупали. Ну, скоро точно так будет. Да. Ну, так же было, ну? Да. Ну, как можно так? Ну, дайте вот свободу полную. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!